На его теле красно-черная звезда, символ анархокоммунизма. Серп и молот и надписи «Свобода и солидарность» на русском. Своих убеждений Джефф Монсон не скрывал никогда. Эпатажный, прославленный боец смешанных единоборств всегда придерживался левых идей, несмотря на американское происхождение. Российской публике Монсон хорошо знаком. В его послужном списке бои с Федором и Александром Емельяненко. Да и с музыкальным вкусом все в порядке. То под гимн Советского Союза выйдет, то под песню «Вставай Тонбасс», а то и под «Любэ» комбат. Идеологическую подкованность бойца проверял сам Геннадий Зюганов. Джефф Монсон, который сражался в разных схватках, я вчера на встрече с ним задал, Джефф, как вы пришли к идее, что без справедливости мир не сможет существовать. Он говорит, я был во многих странах мира, но я не ожидал, что так много несчастей, так много бедных и брошенных детей, и так поиздевался капитализм над природой. Надо спасать детей, спасать совесть, спасать душу, и за это должны бороться все прогрессивные народы мира. Мы поддерживаем эту идею. И вот теперь Джефф Монсон на Красной площади. В день рождения вождя мирового пролетариата возле мавзолея Зюгана вручает Монсону портбилет. В составе депутатов КПРФ боец идет возлагать цветы к мавзолею Ленина. Русский язык обещает выучить в ближайшее время, ведь им разговаривал Ленин. Но пока все интервью через переводчика. Коммунизм – это путь будешь, это путь человечества. Нас учат, когда мы дети, что мы должны заботиться друг о друге. Как взрослый, коммунизм – это путь, который мы должны продолжить. Очень большая честь быть тут сегодня с вами. В самом своем сердце я чувствую дух русского народа. 22 апреля в один день с Владимиром Ильичом родилась еще одна звездочка. Марьяна Наумова за свои спортивные достижения даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Теперь ее называют самой сильной девушкой планеты. Она установила больше 15 мировых рекордов. В жиме лежа подняла штангу 120 килограмм. Среди девушек-подростков еще никто на такое не осмеливался. Спортивную карьеру Марьяна совмещает с общественной деятельностью. Ездит на Донбасс и помогает детям. Спортсменка, красавица. А теперь уже и комсомолка последние 4 года свой день рождения встречает на Красной площади. С Джеффом Монсоном видится впервые. Несколько слов приветствия, селфи. Но, как говорил Ленин, доверяй, но проверяй. Поэтому к идее совместной с Монсоном общественной работе на Донбассе Марьяна относится с осторожностью. Ну, если он не испугается, потому что многие мои коллеги спортивные боятся ездить на Донбасс, потому что у них отберут визы и так далее. Если мы договоримся, то почему бы и нет? Это было бы очень здорово, потому что я считаю, что Монсон очень интересный персонаж. Я буду общаться с молодежью, он тоже будет общаться с молодежью. И гораздо больше мы детей привлечем в спорт и привлечем к проблеме на Донбассе. Свой путь в КПРФ Джеффу Монсону придется начинать с первичной организации. Основным занятием станет помощь спортклуба КПРФ. Теперь Монсону предстоит биться не только в смешанных единоборствах, но и в ринге политической борьбы за светлые идеалы коммунизма.